Привет! Меня зовут Татьяна Дробышева. Сегодня в гостях у нас взаима с Айзой Далматова. У нас бьюти-съемка новой коллекции и украшений. Мы находимся в IT-студии и при поддержке WhatsApp Production мы покажем вам всю кухню создания Ротбука. Пообщаемся с Айзой. Музыка Изначально волосы очень длинные и нам нужно их собрать так, чтобы мы смогли снять какие-то аксессуары. То есть длинные волосы, они скрывают уши и, соответственно, их не будет видно. Сегодня мы будем акцент делать на глазках. У нас будет такая пастельная гамма. Основу мы снимаем серьги. Серьги и украшения, да. Поэтому у нас волосы должны быть как-то собраны наверху. То есть акцент должен быть не на волосах в первую очередь, а на украшениях. Более сдержанные цвета. На подвижное веко мы нанесем светлый оттенок. Складочку мы прорисуем таким немного баклажановым цветом, чтобы подчеркнуть форму глаз, чтобы слегка приподнять глазик. Соответственно, на голове мы импровизируем, а дальше дело техники и фотографы. Для ежедневного макияжа слегка с светлыми тенями, реснички, холодный тон, румян и блеск. Расческа с натуральной щетиной. Достаточно. Достаточно. Продолжение следует... Ты знаешь, в тачке что-то воняло. Я в твиттер пишу, блин, типа в тачке так воняет, как будто кто-то умер, он разложился. Но это не губно. Да, это вообще смешно. Снимать клипы для айфона, это реально вообще уровень. Я вот на иже хорошая катера. Айза, очень приятна твоя откровенность и способность, самое главное, идти на открытый контакт. На такие творческие проекты. Спасибо тебе за это. Спасибо вам за теплые слова. Спасибо тебе от твоей публики, от твоей аудитории в первую очередь. Уделяешь время этому всему. А как вообще со временем? Расскажи, пожалуйста. Ну, на самом деле, нормально. То есть я не скажу, что у меня какой-то забитый график пожизненный. Ну, то есть я бывает так. Я хочу работать, я работаю, я хочу отдыхать. Я отдыхаю, к славу богу, я могу себе это позволить. Ну, я так понимаю, сейчас ты сосредоточена в основном на своих украшениях. Да, у меня коллекция, это вообще на самом деле очень большая, получилась совершенно, вообще нежданно, негаданно. Я ее уже который раз фоткаю и до сих пор не выкладываю в сеть фотографии, потому что хочу какую-то интригу сделать. Да, да, чтобы прям мои украшения стали дефицитом, можно сказать. То есть я по чуть-чуть закидываю, там фотографии какие-то. Коллекция у меня яркая такая. Ну, они и так дефицит, потому что они по индивидуальному. Да, ну то есть, допустим, там не сделаешь, конечно, сверх количества вообще, сверх нормы. То есть не сделаешь, потому что даже... Это не нужно? Да, это тупо надоест, даже мне. Люблю бюджетерию, я очень люблю дешевую бюджетерию. Материалы? Да, ну то есть мне нравятся... Какие материалы? Материалы разные. Кстати, вот для новой коллекции у меня материалы совершенно не дешевые в том плане... Ну, то есть, конечно, все могут приобрести мое украшение, но материалы очень хорошего качества, я их заказываю из Штатов. В дальнейшем я планирую делать одежду, но это, конечно, такая моя детская мечта. А с чего ты начнешь из одежды? Платье. Платье? На кого ты ориентируешься? Вообще целевая твоя аудитория? Возраст, девушка? Если честно, я вообще очень как-то... Я сама не понимаю иногда, сколько мне лет, мне кажется, то 9, то иногда 7-9, поэтому я не могу сказать, на какую целевую аудиторию, но я люблю достаточно скромную одежду, то есть я не люблю вульгарную, яркую... Не минималистическую, это все-таки разные вещи. Не минималистическую, но сексуальную, но, знаешь, не вульгарную, то есть я там, по-моему, люблю короткие платья, но там закрытый верх, то есть... Такой стиль Виктории Бэкхом я очень люблю. Так вы режете про Викторию Бэкхом, я не знаю, это кто вообще такая. Я буду делать одежду ту, которую я бы одела сама, которую я не могу найти в магазинах, но хотела бы носить. В первую очередь ты питаешься вот... Да. Ну, может быть, когда там пройдут года, десятилетия, то я уже буду ориентироваться на людей, знаешь, то есть я не могу сказать, на какой возраст, на что, на себя... Ну, может, ты родишь бэйбика, девочку, теперь будешь тогда девочку свою продвигать, одевать. Конечно, конечно. Если мы уж заговорили о потоке и откуда ты берешь. Знаешь, что интересно? Вот, например, Земфира честно признается в своем интервью, что она черпает из публики, то есть на всех концертах она забирает. У меня с точностью наоборот. Я когда прихожу в какую-то компанию или у меня какая-то презентация, я ухожу с нее просто выжатая, как лимон. Я отдаю энергию и совершенно не забираю ни у кого. Мне тут недавно была презентация. Во флаконе? Да, мне было вообще очень нехорошо. Я поэтому не очень люблю такие подобные мероприятия, потому что, то есть я искренне всем улыбаюсь, и всех очень рады видеть, но мне это действительно тяжело. Это хорошо, что ты отдаешь, в первую очередь для тебя, на самом деле, но все равно тогда надо откуда-то черпать. Если мы не интересны себе, мы не интересны никому. Конечно. Если я, допустим, чувствую себя как-то, ну, не в форме я совершенно, у меня, правда, нет настроения, и пока я не приведу себя в порядок, не сделаю все для того, чтобы чувствовать себя отлично, то я не приду в себя. Но, в общем, я черпаю энергию только в своей семье, с общением с семьей, с мужем, с ребенком. Если у меня все хорошо, то у меня все хорошо, я конкретная девочка, и когда, не дай бог, поругаюсь с мужем, то что-то работы мне не очень хочется. Но я даже не хочу делать украшения, когда у меня нет настроения, потому что я именно вот прям и верю, я на самом деле верю, вот ты говорила, да, до этого про энергию, да, которую я отдаю. Я когда делаю украшения, я действительно в каждую пару, в каждый прослетик я вкладываю кусочек энергии, и не совсем хочется вкладывать в нее негативную, и поэтому я как-то откладываю. Не важно, какую энергию ты вкладываешь, негативную или позитивную, главное, что ты вкладываешь. То есть ты готова выкладываться на сто процентов. Ну да, да. Ты перфекционистка? Вообще абсолютно. Просто абсолютно. Представь, ты девелопер, и ты застраиваешь патриарши, да, патриарши пруды. Ты вообще хочешь закопать и сделать там, не знаю, какой-нибудь бизнес-центр. Местным жителям это категорически не понравится. Я думаю, если правда будут так застраивать, это будет настоящая война. Вот ты, будучи этим девелопером, ты готова взяться за заведомо успешный проект, зная, что это поругает чьи-то ценности? То есть цена успеха, цена своей цели. Ну, я так вот немножко упрощу то, что ты мне сказала. Да, я завернула нормально, да? Я упрощу то, что ты сказала. Нет, по головам я не пойду ради собственной выгоды. Нет, нет, это сто процентов нет. То есть я вообще очень сострадающий человек. Мне вообще тяжело зачастую бывает в той жизни, в которой я живу, находиться. Потому что я своей честностью, своей справедливостью, даже мне кажется, немножко подташнивают людей от меня. Ну, ты знаешь, это в буддизме одно из главных сострадания, развитие сострадания ко всему живому. Я никогда даже одному человеку, если это повредит, я не сделаю ничего. Мне нравится, что ты созидатель по своей натуре. Ты даришь, ты в этот момент и созидаешь. То есть ты такой самогенератор, в принципе. Посади тебя в пустой комнате, без окон, без дверей. Ты там тусу нормально устроишь. Все будет, там все сделать. Так, а теперь вопросы из твиттера. Любимый лак для ногтей, любимая одежда для собачки. Подожди, меня все перечислили. Слушай, ну на самом деле спасибо тебе большое за сегодняшнюю работу. Друзья, ну а вы увидите результаты нашего прекрасного фотосета в новом выпуске журнала iFamous. Я думаю, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok